Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о легендарном советском приемнике Океан. Данный радиоприемник Океан 204. Куплен он в 1974 году. Этот радиоприемник по-своему опередил время. В отличие от многих радиоприемников тех времен, классных и хороших, он имеет помимо регуляторов громкости, регуляторы басов и регулятор высоких частот, автоматическую подстройку частоты и подсветку шкалы. Этот приемник стал собратом и в некотором роде потомком радиоприемника ВЭФ. Замечательного приемника, который выпускался Рижским радиозаводом, но этот радиоприемник выпускает Минский радиозавод, точнее выпускал. Выпускались эти радиоприемники с 1973 по 1976 год. А модели последние, которые были сняты с производства в 1976 году, были радиоприемник Океан 209. Этот радиоприемник 204 немножко уникален тем, что его собрат, Океан 205, как раз более часто встречался на прилавках наших магазинов в советское время. Отличался от этого радиоприемника наличием индикатора радиостанции. Это был обычный магнитофонный индикатор уровня сигнала, который стоил 6 рублей. Поэтому цена радиоприемника достаточно высокая, 145 рублей за 205 модель и 139 за вот этот радиоприемник, она практически не отличалась. И 204 модели постепенно были сняты с производства буквально в течение года и выпускать их не стали, оставив 205 и последующие модели. Чем же хорош этот радиоприемник? В отличие от радиоприемника WEF, который имеет индикатор сети, этот радиоприемник имеет подсветку шкалы. Вот у него подсвечивается шкала диапазонов, переключатель диапазонов на боковой стороне и настроечка здесь. Приемник имеет универсальное питание как от 6 батарей, круглых батареек 373, так и от сети. Ну, давайте включим и послушаем, что может поймать этот радиоприемник. Кнопочка питания, вот она у нас здесь. Так, вот что-то есть, что-то есть. Давайте подстроимся. Так, вот я возьмуborn pa-1 сетей. Продолжение следует... Продолжение следует... Там радиостанции нет и практически один только шум. Зато на коротковолновом диапазоне мы можем слышать радиостанции наших соседей. Иногда здесь слышны даже новости на английском языке. Продолжение следует... Как видите, приемник, несмотря на свою, так сказать, большую историю... Приемник древний, можно так его обозвать. Работает вполне исправно, ловит радиостанции. Довольно-таки насыщенный диапазон. Что бы я хотел о нем рассказать еще? Дело в том, что этот радиоприемник, именно этот, а не какой другой, советский, поступал на экспорт. Единственное, что было в нем изменено, английские буквы на шкале диапазонов. И диапазон УКВ был смещен, так как у нас высокочастотный диапазон был 65-75 МГц. На экспортных вариантах делали диапазон 88-108 МГц. Тот, кто в курсе, знает, что годы перестройки очень модны были конвертеры, которые переводили радиоприемники, в основном автомобильные, на более низкую частоту, чтобы можно было слышать зарубежные радиостанции. Экспортный вариант данного приемника назывался Селена. Ну, имел свои маркировки, там Селена 209 и так далее. Вот, мне довелось встретить этот радиоприемник не где-нибудь, а в Японии. Когда я там был, в префектуре Ниегата, я увидел в частном доме точно такую же модель, только именуется она в Японии Микадо. И этот приемник не просто стоял или был выброшен на свалки, он стоял дома, на кухне, работал и играл японскую музыку. Ну, а после перешел на новости. Так что, есть чем гордиться. В годы СССР делали радиоприемники ничем не хуже, чем в Японии. Мало того, поставляли их в Японию на экспорт, где сами японцы приобретали их, хотя конкуренция там на радиоприемнике была гораздо выше. Вот такой замечательный радиоприемничек есть у меня в рабочем состоянии, как бы гордость моей коллекции. На этом все.